Всем привет! Сегодня я готовлю одну из своих самых любимых заготовок на зиму. Закуску из баклажанов по-грузински или аджабсандали. Это очень вкусная овощная закуска с добавлением пряных трав и ароматных специй. Такую закуску можно подавать как в холодном, так и в горячем виде, а можно заготовить на зиму. Я покажу свой вариант заготовки, который отлично хранится в течение года даже при комнатной температуре. Для начала нужно взвесить необходимое количество овощей, подготовить зелень и специи. Овощи и зелень я заранее промыла и просушила от лишней влаги. Начинаю с подготовки баклажанов. Баклажаны нарезаю крупным кубиком размером примерно по 2 см. Для этого разрезаю вдоль на 2 или 3 части в зависимости от размера баклажана, каждую пластину еще на 3 части, а затем поперек на кубики необходимого размера. Учитывайте, что при тепловой обработке баклажаны немного уменьшится в размере. Нарезанные баклажаны засыпаю неполной столовой ложкой соли и оставляю постоять на 30-40 минут. За это время баклажаны станут мягче и пустят сок. Пока настаиваются баклажаны, я подготовлю другие ингредиенты. Сладкий перец очищаю от семенной коробки и перегородок. Каждую половину разрезаю на 3 части и нарезаю поперек брусочками толщиной около 1 см. Также понадобится 400 граммов репчатого лука. Это 3 средние луковицы. Нарезаю их крупным кубиком. Для пикантности и остроты понадобится чеснок и острый перец. Крупно измельчу 50 граммов чеснока, это примерно 5-6 зубчиков. Еще я буду добавлять острый перец. У меня здесь один крупный стручок. Вы же можете добавить перец по вашему вкусу в зависимости от ваших предпочтений. Любите поострее, добавьте больше. Или же можете вовсе пропустить этот ингредиент. Острый перец добавляю вместе с семенами. Также подготовлю помидоры. Убираю все лишнее и нарезаю крупными кусочками. Помидоры буду измельчать до состояния пюре, поэтому нарезаю хаотично. Помидоры можно перемолоть в мясорубке, а можно воспользоваться блендером. К томатам добавлю чеснок и острый перец. Так как помидоров у меня сегодня немного, всего 1 килограмм, то я буду измельчать их в блендере. Помидоры рекомендую выбирать красные, спелые, мясистые, сладковатые на вкус. Количество уменьшать не рекомендую, так как кислота, содержащаяся в томатах, является хорошим природным консервантом. Пюре из томатов, чеснока и острого перца готово. Пока я подготавливала другие овощи, баклажаны пустили сок. Нужно их хорошо отжать от лишней жидкости. Я это делаю руками. Жидкость выливаю, она не понадобится. Теперь можно приступать к обжариванию овощей. В кастрюле с толстым дном разогреваю 250 миллилитров растительного масла. И первым делом буду обжаривать баклажаны. Готовность масла можно проверить, бросив в кастрюлю один кусочек. Как только вокруг образуется много пузырьков, значит масло разогрелось, можно закладывать все баклажаны. Баклажаны я всегда предварительно обжариваю отдельно других овощей. Так закуска в результате получается намного вкуснее. Количество масла уменьшать не рекомендую. Часть питают баклажаны, а на оставшемся я буду обжаривать остальные овощи. К тому же масло отвечает за сохранность заготовки. Обязательно нужно периодически перемешивать, чтобы овощи не пригорели. Обжариваю я их на высоком огне примерно 15 минут. Баклажаны обжарились, достаю их шумовкой и перекладываю в чистую сухую посуду. В этой же кастрюле на оставшемся масле я буду обжаривать другие овощи. Вначале в горячее масло закладываю порезанный лук и обжариваю его до золотистости. Как только обжарился лук, добавляю 70 граммов томатной пасты. Это полная столовая ложка с хорошей горкой. Обжариваю еще несколько минут, не забывая при этом перемешивать. Затем добавляю сладкий перец и буду обжаривать еще минут 10-15. Периодически помешиваю, чтобы овощи не подгорели. Огонь на этом этапе немного уменьшаю до среднего. Перец нужно хорошо протушить до готовности и только после этого заливаю томаты с чесноком и острым перцем. Делаю это очень аккуратно, чтобы не разлетались брызги. Оставляю протушиться еще на 10-15 минут на среднем огне. Тем временем мелко нарежу небольшой пучок кинзы. Если вы не любите кинзу, то этот пункт можете пропустить. Закуска и так получится очень пряной, ароматной, благодаря добавлению специй. Но я хочу ее сделать еще более пикантной, поэтому к овощам добавляю порезанную кинзу. Всыпаю пока одну полную чайную ложку соли. Окончательное количество соли буду регулировать после добавления баклажанов. Добавляю полную чайную ложку молотого кориандра. По пол чайной ложки уцхо-сунели и хмели-сунели. Добавляю чайную ложку сушеного базилика. И хорошо все перемешиваю, чтобы объединились все ингредиенты. Тушу минут пять и добавляю обжаренные баклажаны. Хорошо перемешиваю и оставляю тушиться минут на двадцать на среднем огне. За десять минут до готовности проверяю на соль. Добавляю еще одну чайную ложку соли. Вливаю 80 миллилитров яблочного шестипроцентного уксуса. Девятипроцентный уксус я не использую. Все хорошо перемешиваю. С добавлением яблочного уксуса такая заготовка отлично хранится в течение года даже при комнатной температуре. Что касается соли, контролируйте ее количество по своему вкусу. Лучше добавлять понемногу, чтобы не пересолить. Время прошло, закуска готова, можно разливать по банкам. Разливаю в горячем виде сразу после приготовления. Банки я заранее промыла содой и простерилизовала. Раскладываю по самое горлышко. Закрываю винтовыми крышками, которые я заранее прокипятила. Плотно закручиваю и переворачиваю банки крышкой вниз. Это делается для еще большей герметичности. По действиям высокой температуры крышка закрывается более плотно и надежно. Банки накрываю теплым полотенцем и оставляю так до полного остывания. У меня получилось 6 банок, 3 из которых объемом по 0,7 литра и 3 баночки по 0,5 литра. И еще я оставила вот такую небольшую миску закуски для того, чтобы показать вам. Обязательно попробуйте приготовить такую аппетитную вкуснятину. Ее можно подать к мясу, птице или как самостоятельное блюдо, намазав на кусочек вкусного хлеба. Если вам понравился рецепт, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю приятного аппетита и удачных заготовок! До новых встреч! Продолжение следует...